Друзья, приветствую вас на моем канале, который посвящен горной рыбалке, путешествиям по горным рекам, экстриму. Последнее время у меня значительно добавилось количество подписчиков и многие периодически задают мне вопросы. На что ты снимаешь, какие камеры используешь, какой у тебя квадрокоптер, а чем ты снимаешь под водой, а с лодки, а почему кадры такие стабильные. Я давно уже думал и наконец-таки решился записать небольшой обзор на камеры и оборудование, которым я пользуюсь в своих походах, путешествиях, экспедициях. Расскажу с чего это все начиналось и до чего это все доросло в нынешний момент. Обязательно посмотрите видео до конца, там будет полезная информация, которая позволит вам избежать ненужных трат. Изначально я начал снимать и наше путешествие на обычный телефон, тогда еще HTC он был. Потом мне друзья подарили на день рождения камеру GoPro, вот GoPro 3. На то время, года 4 назад, это была крутейшая камера, в ней не было стабилизации. Тогда никто не думал, что в экшн-камерах может быть какая-то стабилизация. Снималось все с руки, поэтому все видео того периода дергается. Все первые видео, которые есть у меня на канале, я снял именно на GoPro 3. И говорю, сейчас ей пользуюсь в качестве какой-то дополнительной или резервной камеры для подсъемки каких-то интересных моментов. Под нее есть соответственно все крепления и аквабокс. Вот часто этой камеры снимаю под водой как раз таким. Снимая на GoPro 3, необходимо было работать со стабилизацией. В тот момент я в интернете нашел ресурс, который продавал вот такие замечательные стабилизаторы. FIU-TECH G4S. Это был один из первых трехосевых электронных стабилизаторов для GoPro. Естественно я его купил и он мне прослужил верой и правдой 2 или 3 года. В дальнейшем у него в моторчиках появились люфты. Отремонтировать мне его никто не смог и я перестал им пользоваться. Время на месте не стоит, технологии меняются. И на замену GoPro 3 или в дополнение к GoPro 3 я купил себе еще GoPro 6. Под нее я сразу купил стабилизатор GoPro Karma Grip. Но попользовался я этим комплектом совсем немного и буквально в первую же или во вторую поездку я его намочил. С тех пор Karma Grip не работает вообще. Я отправлял ее на ремонт официальному дилеру в сервис, но мне его прислали обратно с формулировкой восстановлению не подлежит. GoPro восстановили. GoPro работает и достаточно таки неплохо снимает. В процессе съемок и монтажа я начал понимать, что мне не хватает кадров, которые сняты с зумом. Я долго рылся в интернете и выбрал для себя оптимальный вариант. Это камера Sony AX53. Вот как раз съемка сейчас на нее и идет. Особо про камеру рассказывать не буду, потому что в интернете очень много видео по поводу эксплуатации этой камеры, настроек ее, качества съемки. Самым большим ее преимуществом является оптический зум 20-ти кратный и замечательная стабилизация. Можно увидеть, как линза плавает, тем самым стабилизируя картинку. Тем, кому нужен зум, надежная камера с хорошей картинкой, можете смело брать Sony AX53. Она снимает 4К, но 30 кадров в секунду. На сегодня камера Sony у меня вторая, первая Sony у меня также намокла и утонула в реке Мала-Абакан, именно в то же время, когда намокла кармагрип. Соответственно, вернувшись с той поездки, я сразу заказал себе новую камеру, именно эту же, именно Sony AX53, потому что меня она устраивает и качеством, и зумом, и зарядом батареи, и функциями. Единственный нюанс по этой камере, она снимает 50 кадров в секунду. Хотелось бы, конечно, 60, но такой функции у нее, к сожалению, нет. Но поскольку я все свои видео снимаю в 60 кадров в секунду при разрешении Full HD, то есть 1920 на 1080. 4К я не снимаю принципиально, потому что видео такого качества трудно обрабатывать, нужен очень мощный компьютер. Ну и, в принципе, далеко не все камеры снимают его в 60 кадров. После того, как GoPro Karma Grip вышла из строя, я был вынужден купить себе другой стабилизатор. Долго лазил в интернете, нашел одно из самых дорогих и удобных решений. Это стабилизатор RamoVue или RamoVue. У него есть переходная рамка для GoPro 5 и старше, и для GoPro 3 и 4. Соответственно, можно ставить и ту, и другую камеру. Ну, вот так это выглядит. Дело в том, что пользоваться стабилизатором необходимо при съемке экшн-видео, по крайней мере, в нашей тематике. Потому что, если снимаешь с руки, все равно получается видео достаточно нестабильное. Плюс этого стабилизатора, что у него есть пульт управления. Но я им особо не пользуюсь. Пользуюсь основными функциями. Проблема заключается в следующем. Чтобы включить стабилизатор и начать им качественно записывать, нужно сначала включить стабилизатор, нажав на кнопку. Потом включить GoPro. И только потом можно начинать съемку. Но зачастую вторая рука занята. Ты там рулишь или идешь, или удочку держишь, или что-то еще. Это неудобно. Но зато у этого стаба есть другой плюс. Это крепление для GoPro. То есть, его можно крепить на каску. Его можно крепить на машину. Таким образом это может все выглядеть. Для этих целей, теперь я его использовать и буду. С руки этим стабилизатором снимать я больше не буду. Потому что это реально неудобно. Как я уже сказал, время идет. Технологии меняются. Буквально, наверное, с начала 2019 года, или может быть чуть пораньше, у компании DJI вышла замечательная камера с трехосевым стабилизатором Osmo Pocket. Погуглил я о ней информацию, посмотрел видеообзоры, посмотрел отзывы. И купил этого маленького чудного помощника. Но после первой же поездки, я сделал для себя следующие выводы. Камера реально удобная. Она очень маленькая, помещается в любой карман. У камеры очень хорошая стабилизация. Но лично для меня, ее минусы не дают в полной мере эту камеру использовать. Для себя я выделил два основных минуса. Первое, это очень узкий угол съемки. И второй, наверное, более существенный минус, постоянно плавающий фокус. Я снимал себя с руки и в обычном режиме, и в режиме селфи. Нет фокуса. Я уже всяко-разно пробовал делать, ничего не получается. Но для карманной камеры, которая всегда может быть с тобой, для камеры, которой можно снимать какие-то перебивочки, ну и в любом случае, эта камера будет снимать лучше, чем любой телефон. Ну, по крайней мере, мой точно. Кстати, о телефоне. Вот у меня Samsung Note 8. Я им очень редко пользуюсь, как камерой. Вот как фотоаппаратом, да, все фотографии, которые у меня где-то размещены, сняты на этот телефон. Но видео с телефонов Samsung мне не нравится вообще. При том, что с разных. Из девятки, из десятки, из семерки, из шестерки. При монтаже сразу видно, что видео не того качества, как даже вот с той же третьей GoPro. Поэтому телефоном я стараюсь не пользоваться или пользоваться в самых крайних случаях. По поводу Osmo Pocket. При заказе камеры заказал сразу такой внешний аккумулятор, потому что аккумулятор в Osmo Pocket встроенный, его не поменяешь, можно только заряжать. Но, в общем, Osmo Pocket, как основную камеру, я больше использовать не буду. Немаловажным моментом является тот факт, что GoPro, начиная с пятой, очень плохо пишут звук. И это действительно так. Вот эта троечка пишет его значительно лучше. Поскольку GoPro, начиная с пятой, идут в защищенном или водозащитном корпусе, поэтому звук они пишут плохо. Но зато для GoPro у меня есть много разных креплений, переходников, можно использовать в различных ситуациях, абсолютно различных. Кстати, совсем недавно, ну, можно сказать, на днях прям получил посылку от всей той же компании GoPro Market, где я покупаю все оборудование или всю аппаратуру GoPro. Заказал себе вот такой аквабокс. Посмотрим, как он будет снимать и фотографировать. Но говорят, что можно делать обалденные кадры, когда половина человека на суше, половина в воде. Но вот, к сожалению, я его еще опробовать не успел. Но как опробую, вы сразу это увидите либо в инстаграме, либо на моем канале. Те люди, которые на меня подписаны уже давно, знают, что я очень часто в своих путешествиях и поездках использую квадрокоптер для съемок. От этого видео становится значительно динамичнее, красивее, интереснее. Так вот, три года я снимал на DJI Phantom 3 Advance. Он меня всем устраивал качеством съемки, временем полета. Единственное, что меня смущало, это его размер. Допустим, для пеших походов он абсолютно никак не подходит. Поэтому, когда я поднимался на Белуху, квадрокоптер этот с собой я не взял. И теперь у меня нет кадров с воздуха с Белухи. Соответственно, пролетав три года на DJI Phantom 3, я решил его поменять на новую модель. Это DJI Mavic 2 Pro. Вот такой замечательный квадрокоптер. Маленький, соответственно, мобильный. Летает значительно дольше, чем Phantom. Снимает значительно лучше, чем Phantom. И видео, и особенно фотографии. Этот квадрокоптер я использую с начала 2019 года. И практически все ролики, которые у меня загружены на канал, начиная с сезона 2019 года, с воздуха сняты именно на этот квадрокоптер. Он мне очень нравится. По тем самым причинам, которые я уже озвучил. Мобильный, легкий, быстро запускается. Замечательно летает. И снимает видео очень хорошего качества. У меня две батареи. Этого хватает примерно на 35 минут полета. Еще один немаловажный момент. Это звук. Вот звук до сих пор я качественно побороть не могу. Но при необходимости использую вот такой рекордер. Zoom H1. В сочетании с петличным микрофоном, он достаточно неплохо пишет звук. Конечно, хотелось бы перейти к чему-то более профессиональному. Но пока не получается. Вот так на июль 2019 года выглядел мой арсенал для видеосъемки. Буквально несколько дней назад я забрал посылку с транспортной компанией, в которой мне пришла новая GoPro 7 и новый стабилизатор GoPro Karma Grip, который, как я уже сказал, при использовании мне очень сильно понравился. понравился он мне тем, что включается он одной кнопкой и управление камерой происходит именно со стабилизатора. То есть, так же, как на Osmo Pocket, взял в руку, нажал кнопку, нажал запись, запись пошла. То же самое с GoPro Karma Grip. Для того, чтобы использовать GoPro с Karma Grip, необходимо снять защитную крышку GoPro. Все. При этом включается GoPro. Ну, разве это неудобно, ребят? Это просто вышаг. Батарейка севшая. Ребят, уже сегодня в процессе монтажа видео мне пришлось немного поснимать на новый стабилизатор и на новый GoPro. И я обнаружил, что звук у GoPro 7 во время съемки с Karma Grip вообще ужасный. Вот сейчас вы слышите меня на GoPro 6, который стоит в обычной стандартной рамочке GoPro. А вот сейчас, допустим, звук идет в GoPro 7, которая вставлена в стабилизатор Karma Grip. Печально, конечно. Почему-то нет ничего универсального. Либо стабилизация не очень, либо звук плохой, либо какие-то неудобства дополнительные. У меня, конечно, была мысль попробовать поснимать и купить себе Sony ActiveCam 3000. Ну, может быть, я, наверное, к этому как-то все-таки и приду. Тем самым, на сегодняшний день я имею GoPro 3, GoPro 6, Osmo Pocket, получается, 3, Sony 4, GoPro 7 5 и квадрокоптер. На сегодняшний день, ребята, у меня 6 камер. А вы мне спрашиваете, почему так долго нет видео? Вот когда наснимаешь, часа 3, 4, может быть, 5 на разные камеры. И все это нужно поставить на таймлайн, соотнести по времени, смонтировать, провести цветокоррекцию, поработать над звуком, стабилизацию сделать. То есть для того, чтобы сделать хороший полноценный ролик, минут на 20-30, нужно реально в районе недели рабочего времени, то есть с 9 до 6. это очень долгий и трудоемкий процесс, поэтому времени на это действительно не хватает. Ребят, монтаж видео я веду в программе Sony Vegas Pro 13. Это относительно простая, но удобная программа, которую я освоил еще на заре становления себя, как видеомонтажера. Меня на данный момент она устраивает полностью. Видео того уровня, как снимаю и делаю я, на ней можно делать без особого труда. Ну а на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если видео понравилось, делитесь с друзьями в соцсетях. До встречи на реке. Пока. Пока.